Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветствующие, всем доброго, бодрого утречка! Не видели с вами немножечко денёчек, Палыч ясно филонил, но в силу того, что накануне у нас с вами прекраснейшее событие, Новый Год, это означает, нет, то, что поздравляться мы будем, это будем чуть позже, пока не надо, вот заранее говорить поздравляю, Палыч запишет вам 31-го утрецом пораньше ролик, и, соответственно, вот тогда и там будут всех друг друга поздравлять. А пока что, ребята, очередной у нас обзор, Палыч, честно, накануне ездил, там, затаривался продуктами, ну, вот это дела с семей, вы сами понимаете, собственно говоря, будет Палыч готовить вкуснейшие салаты, может, что-нибудь там с своим малой замастырим, какой-нибудь ролик, но это будет чуть позже. Давайте пока что непосредственно переходим к обзору, не забываем, что лучший обзор, для того, чтобы обзор был более, заходил лучше, чтобы был качественнее, и, знаете, такой, ну, чётенький-приятненький, не забываем кружечку-чаёчку, лайкосик Палычу за видосик, комментик, подписочка, и начинаем. Быстро тараторю, знаю, ну, надо всё вместить нам в один ролик, в 9 минут 30 секунд. Итак, поехали. Сегодня с вами говорим про посылку от Анжелы, говорим про ёлку Губаревы, говорим про сало, про уборки, приборки и так далее. Начинаем. Начинаем с вами с ёлки. Значит, тут, в последнем ролике Наташки, там, где она, значит, получила посылочку, в очередной раз от Анжелочки, Наташка, значит, первым делом установила ёлку. Ну, вернее, как ёлку? Наташка не раз говорит о том, что вот еловые, там, иголочки и прочее. Мы так с вами прекрасно понимаем, что в кадре это сосна. Наташка, ты, если не знаешь, в чём разница между сосной и елью, ну, можно воспользоваться какой-то книжкой, какой-какой-то энциклопедии и так далее. Конечно, в счёте посмотреть в интернете. Значит, касаемо сосны, какая же была дичь, когда я это увидел? Нет, я понимаю, что да, вроде бы кажется, что дерево нормальное, маленькое, таких сосн полно, но почему-то с Губаревой мне подсказывает интуиция, подсказывает, знаете, чутьё, что, когда Павлович вонгует, что Губарева эту ёлку где-то срезала, где она вот куда ездит, во поля, на свою водокачку и прочее. Я думаю, что по дороге, скорее всего, Губарева эту ёлку срезала. Даже срезала, возможно, какую-то макушку, потому что, ну, видно сразу, что ель, как бы это, как продолжение, у неё было продолжение. Может быть, ой, вернее, сосна, вернее, может быть, я ошибаюсь. Ну, на счёт этого напишите в комментах. Касаемо целесообразности постановки этой её сосны. Да, Новый год, как бы, молодец, что поставит праздник. Другое дело, вокруг ёлочки будет ли хоровод Натаха? Будете ли вы с Таником водить хоровод? И что это такие за комментарии у нас были, когда Павлович спрашивал о том, что где Танюха? Вы писали, получу у Натахи, теперь Катюха, новая подруга. Типа, где такая Катюха? Я что-то так и не понял. Кто это за мадама? Ну, кто знает, напишет в комментах. Ладно, далее. Касаемо хороводом. Значит, я ещё раз повторю, ждём. Ждём подарки, ждём, знаете, такие большие коробки, которые будут под ёлку, когда Наташка положит, собственно, для Танюхи. В общем, всего, всё ожидаем. В конечном счёте ожидаем, что кто-то из них будет спать под ёлкой. Ну, не всем же спать мордой в салате. Кто-то, может быть, под ёлкой приляжет после выпитого содержимого количества. Ну, ладно. Далее. Значит, из того, из главных дел сегодня. Значит, из дела сегодня была засолка сала, или засолка, или маринование сала, я этого особо не понял. Единственное, что только я понял момент с тем, что сало-то вообще, оно мылось или как есть. Магазинное, там, рыночное, сразу приправы, соль, а пусть микробы, всё, поубивает соль. Как бы, как всё происходило, я, честно, мотал, потому что эти моменты не выдерживаю уже с просмотром её. Далее. Касаем уборки. Уборка, собственно говоря, тоже сегодня какая-то там была, проводилась, не проводилась. Но, в целом, вот, если так разобрать по полочкам, для себя думаю, блин, ну, опять, вот, сегодня такая просто мысля мне в голову пришла. Понятное дело, это вам эта мысля пришла уже заранее, но всё же. Кому дам сорить? Там ни детей нету, ни каких-то таких вот действий нету, чтобы кто-то мог прийти, насорить, бардак устроить. Но при всём при этом, она умудряется находиться в таком самом состоянии. Даже сейчас не за хату, хату, ну, ладно, немножечко прибрала. Касаемо машины. Почему в машине валяется какая-то пачка под ногами, там, то ли от сухарей, там, то ли от чего-то, от чипсов, там, не знаю. Ну, неужто из машины нельзя вот такая вот пачка, валяющаяся под ногами, вынуть и выкинуть в мусорку? Хотя, о чём, Палыч, ты говоришь? Они вам пачки-то сигаретки дают, по двору валяются, поэтому это всё такое тростепенно наживное. Ладно, далее. Собственно говоря, переходим с вами к самому сладкому, это посылочки. Получила Наташка посылочку от Анжелочки. Во-первых, о своём посылочке сегодня читаю комментарии. И просто, знаете, ухахатываюсь тому, как пишут люди о том, что, мол, так пишут за правду по поводу Анжелочки и её посылки. О том, что Анжел, мол, ну, пора уже, мол, высылать, ну, печку высылать, плиту высылать. Что-то ещё они там написали, газовую плиту и чайник. Вот, у Павловича заметочка есть. И чайник. Представляете, вот это вот такой уровень уже, уровень даже, я не знаю, как бы уровень какой-то наглости, по-другому не скажешь. Человек, вроде бы, присылает какие-то там, ну, от чистого сердца эти подарочки свои, там, да. Но при этом при всём говорить о том, что пора высылать ей уже плиту и чайничек. А губать ей не завернётся у Губарева. Анжелочка, то лучше вышли ей губозагадочную машинку. Вот это будет самый тон, касаемо подарка Новый год. Теперь касаемо непосредственной посылочки. Начинается обзор посылочки. Посылки в этот раз всё, всё то, что Губарева так сильно любит. Колбаса, рыбка, там, гранаты для деда, так понимаю, скорее всего, вот эти вот фруктовые будет, там, он есть. Потом, что там ещё было, ну, не помню, там, содержимое, там, вот эти витамины были, там, ещё что-то там положили ей в посылку. Но самое главное, ведь что? Самое главное то, что рыбка была красная, колбаса была, я сейчас вспомнил, икра была, икра. Как сказала Губарева, деликатесы. Деликатесы, да, прислали. Если только что в момент с открытием этой посылки, мне того и казалось, что она сейчас закрепнётся либо слюной, либо она испытает оргазм. Естественно, пищевой, пищевой оргазм, потому что, ну, мама дорогая, она, когда вот получает обычные посылки, это точно самое Анжелыч, когда она получала саженцы, когда она получала для курей, там, все эти дробилки, поилки и так далее, кормушки, то там не было такого, такого счастья, такого прыганья и прочее. Тут, значит, получила всё то, что мы так сильно любим. Ну, мы, естественно, любят Губарева и Танюхов. Мы, в кавычках, имел в виду, это даже не икра. Да, икра эта, знаете, ну, там, на булочку намазала, сожралась и всё. Это колбаска, вот это вот да. Да ещё колбаска, как сказала Губарева, иностранная колбаска была, выслали, выслали ей. Мама дорогая, ой, что за... Ладно, значит, что ещё? Да всё, в принципе, всё договорили, всё сказали. Палыч приступает, сейчас вообще вечер, как бы, сейчас вечер в пятницу вообще, а завтра суббота, соответственно. Поэтому Палыч начинает непосредственно немножечко варганить, готовиться, собственно говоря, к Новому году. Чего вам того же желаю. Только не готовим очень много салатов, потому что всё это, сами понимаете, когда наготавливаешь много всего, то это всё время застаивается. Поэтому два салатика приготовили, самое то, скушали. А потом у вас будут ещё выходные, там, ещё два салатика приготовили и так далее. Чтобы не было вот этого заветривания, знаете, закисания, плюс майонез там. Ну, это, короче, не надо. Всё, чтобы было свеженькое. Рыбки сделали, запекли там в фолье хорошенькой, там, ну, даже из них хорошенькой обычной. Мяса там сделали, мясо по-французски, там, ещё что-нибудь, там, кусок мяса запекли. Котлет, конечно, в счёте нажарили, холодца наварганили. Два салатика, картошечки, пюрешки. Всё, достаточно. Ну, и крицы купите, кому позволяет бюджет фруктиков, там, тортик. Короче, без заморочек. Просто по-простому посидеть душевненько в кругу семьи, родных, знакомых, близких. Если кто-то одинокий, ну, одинокий, включил, там, телевизор, там, да, или, там, можно в чатике пообщаться. Вообще, вы знаете, как бы, ну, я хотел Палыч сказать, ну, может, в Стримчанске устроить до Нового года. Мы с вами обязательно устроим, не заглядывавшие на новогодние каникулы в Стримчанске. Заранее вам заповещу вас об этом, чтобы не было такого, чтобы Палыч на Стримчанском сидел один. Чтобы 100 человек, 100 человек на Стримчанске подрещим, пообщаемся, поговорим. В общем, всё. Палыч убежал, у Палыча там рыба на плите варится. Рыба вкусная. Ну, как вкусная? Скумбрия. Хорошая рыба, между прочим. Всё, я побежал и буду прощаться с вами, чтобы встретиться с вами вновь. С вами был Ильич Горг Палыч Княжин. Всего новых встреч. Всем пока.